Многие Игорьки сетуют, мол, давненько ничего не слышно про World of Warcraft, аж со времен выхода классической версии, ну или, как ее называют специалисты, ванилы. Однако компания основательно загружена работой, и, в частности, над дополнением к этой без преувеличения легендарной ММО. Игорьков вот-вот отправят в темные земли, то есть Shadowlands. Напомню, скандалистка и ренегатка Сильвана напоследок раздербанила шлем легендарного Нерзула, что, безусловно, шокировало многих сторонников Орды. Ну а в Альянсе и так знали, какая же она мерзавка. Это Сильвана использовала оружие массового поражения, изрядно загадив экологию и уничтожив цельный город. Это она заказала убийство Саурфанга и Тралла. Ну а сколько раз эта гадина обманывала и подставляла собственных корешей, это вообще без счета. А со шлемом короля лича она его вовсе учудила, проломила брешь, промеж мирами живых и мертвых. Так что теперь любой герой Азерота сможет навестить почившую родню в этих самых темных землях. Ну это, конечно, если у этого героя есть доступ в бета-тест дополнения, куда администрация тупичка ринулась при первой же возможности. А там такое, летающие острова, кругом нежить, выглядит непривычно. И похоже скорее на финал дополнения к Диабле 3, чем на привычного Вовку. Но как следует, насмотревшись на пейзажи загробного мира, замечаешь и другие изменения. Во-первых, допилили интерфейсы, серьезно расширили кастомизацию персонажа, обновили меню генерации персонажа, докинули цветов кожи, волос, аксессуаров и прочей диверсити. Нежить наконец-то станет симпатичной. А эльфы крови и бездны смогут выглядеть как стильные высшие эльфы. Вот вроде мелочи, а ведь именно этого многие горькие просили больше десяти лет. Новых классов и рас пока что не наблюдается. Зато теперь каждый может стать рыцарем смерти. Ну, вокруг которых, кстати, основной сюжет во многом и закручен. За миром теней присматривают группировки, именуемые ковенантами. В бете они представлены в полном объеме, все четыре. Каждая дает игроку новые навыки и придает свежий внешний вид. Кроме того, выдадут особую линейку квестов и доступ в уникальные для каждого ковенанта локации. Вообще, в бете представлено практически все, что будет на старте Shadowlands. Так что сюрпризов можешь не опасаться. И смело брать игру прямо сейчас. Предзаказы уже доступны. Еще в темных землях полно данжей. А совсем недавно запустили рейд. Цельный вампирский замок. Ахотишный такой. В общем, есть все основания полагать, что после релиза в Shadowlands будет не протолкнуться. Так что не теряй времени, начинай качаться с первого дня.